Ребёнок для них может быть ещё не такой сладкий. Это ошибки. Или бабушкам надо всё понять и простить им это. Ей хочется выразить свою любовь на всех доступных языках любви. Мама дома говорит «нельзя» и «не даёт», а бабушка говорит «можно» и «тихаря» и «даёт». Она говорит «ну столько сейчас ожирения кругом». Нет-нет-нет, нельзя. Умные бабушки не будут перекармливать. Если бабушка вообще ребёнку вместо мамы. Не настраивать своего внучка или внучку против мамы. И она не хочет сидеть с внуками. Как её заставить? Можно самой приехать в гости и показать взаимодействие. Как вы взаимодействуете с внуками? Ну, если ты такой умный, воспитывай сам своего ребёнка. Здравствуйте. С программа «Актуальный разговор». Мы сегодня выпуск назвали «Бабушкина любовь. Какая она?» Будем разбираться. Разбираться в этой теме будем мы сегодня с нашей гостью. С Римой Набиулиной. Набиулиной – врачом-психотерапевтом, доктором медицинских наук, профессором КГМА, заслуженным врачом Республики Татарстан. Рима Рафиолин, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Вот такую интересную тему про бабушкину любовь мы сегодня будем говорить. Давайте телезрителей тоже к нашему разговору пригласим, если наша сегодняшняя тема вам интересна. Если вы сами бабушка, если собираетесь стать бабушкой, если какие-то есть у вас проблемы в воспитании унуков, обязательно нам звоните, задавайте свои вопросы. Постараемся на них ответить. 511-99-66, номер телефона прямого эфира и бесплатный номер для регионов 8800-532-55. А кроме того, традиционно до начала эфира мы запускали опросы в нашей группе ВКонтакте, спрашивали мы вас, уважаемые телезрители. А вы в детстве жили с бабушкой? Обратите внимание, в уголочке экрана будет QR-код появляться, на него можно свой смартфон навести, в нашем голосовании участие принять. Чуть попозже мы его итоги подведем и прокомментируем. Рима Анатольевна, правда, что бабушки любят своих внуков как-то по-другому, не как родители? Что вот психотерапевты на этот счет думают и говорят? Я думаю, каждая бабушка с этим согласится. По-моему, многие слышали такую фразу, что для мамочки первый ребенок – это последняя кукла, а для бабушки первый внук – это первый ребенок. Потому что так часто бывает, что молодежь, когда у них появляется ребенок, они учатся, они там обретают профессию, у них много очень своих каких-то других забот, им хочется куда-то поехать, куда-то пойти. И ребенок для них может быть еще не такой сладкий, как для бабушек. А бабушки, они уже более свободны. Ну, я говорю, такую классическую бабушку, да? Которую на пенсии. Которую на пенсии, да. Носочки вяжет, крышки печет. Сейчас, наверное, таких бабушек уже поменьше. Бабушки у нас молодые. И, конечно же, молодая мама не успела еще почувствовать вот эту радость зрелого материнства. А бабушка, особенно если у нее был один ребенок только там, или подряд один и второй, она не успела вот этого вкуса ощутить, этого малыша. И когда она уже вот в спокойном таком возрасте, когда ей не надо бежать, обретать профессию там и все остальное, она может наслаждаться этими маленькими пяточками. Убедили. Вот тогда психологи, чаще всего психологи рассуждают на эту тему, как ребенку хорошо расти, в какой семье. Говорят, что если семья была неполная, ну, скажем, если папы не было, неправильная модель закладывается у ребенка изначальноства родительской семьи, и потом он с этими проблемами пойдет во взрослую жизнь, девочка не сможет выстраивать отношения с мужчинами, у мальчика там тоже будут проблемы. Очень часто это разбирают вот такие ситуации. Если говорить о бабушках-дедушках, ну, о бабушках в частности, как мы сегодня говорим, они тоже так же нужны и важны ребенку, как родители. Что они дают, если они в жизни ребенка присутствуют? Если мы продолжим ту мысль, которую мы уже высказали, то они дают особую нежную любовь. Они дают особую теплоту. Они могут играть с ребенком, читать ему книжки, они могут с ним гулять не механически, да, а общаясь с ним, объясняя, рассказывая, какая это птица там, или это какая кошка, что она там кушает, эта кошечка там, и так далее. То есть, на мой взгляд, бабушки и дедушки, да, они в связи с тем, что у них времени достаточно, да, они могут выстраивать более близкие и теплые отношения, чем, может, торопящиеся молодые родители. Суетящиеся. Суетящиеся. Может быть, поэтому в Европе же это распространенное явление, такая традиция, когда, например, дом престарелых располагается прям по соседству, близко. С детским домом, да. Это вообще, конечно, и идеальное расположение, когда старики, испытывающие дефицит, да, тактильный, их никто не обнимает, они там одинокие. И маленькие детки в детских домах так же. И получается, что здесь прекрасная такая взаимодополняющая. И старики могут дарить свою любовь, дарить свою теплоту малышам, и дети не чувствуют себя такими обделенными сиротками, когда рядом есть вот такие... Такой симбиоз такой, да. Симбиоз, да. Это зрелые люди, у которых много нерастраченной любви у самих. Я предлагаю отвлечься на полтора минутки, буквально посмотреть интересное забавное видео. Сразу скажем, что это видео из выпусков Яролаша про бабушек. Очень интересно, типажи все взяты из жизни. Смотрим внимательно, потом прокомментируем. Бабушка! Бегу, Митенька, бегу, маленький. Сейчас проверим. Держи, малыш. Бабуля, принеси мне еще пару котлеток. Съел? Умница! Молодец! Вот у бабушки праздник! Иду, 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 иду. А-а-а, понравились наконец-то бабушкины котлетки. Му-у-у-у! И компотчик у бабу побольше! Хорошо! Ты посмотри, сколько вокруг интересного! Нет, я лучше в телефоне посижу. Э-э-э-э-э-э! М? Э-э-э-э-э-э-э! Ну, давай с горки! Ну вот, все же из жизни, сколько типажей мы увидели? Причем, ну, как бы, там были варианты разных ошибок. Как, например, рассудили бы молодые родители, что бабушка не всегда себя правильно ведет. Это ошибки? Или бабушкам надо это все понять и простить им эту вот такую любовь безусловную? Безусловная любовь само по себе понятие бесценное. Давайте так будем говорить, да? И если учитывать, что бабушка, внук видит совсем немного, и, конечно, ей хочется выразить свою любовь на всех доступных языках любви, да? И покормить его вкусно, и позаботиться о нем, вот, и поехать куда-то с ним, развлекать его. То есть я в этом вижу проявление любви. Ничего плохого вы не видите? Ну, здесь, конечно, это немножко в таком шаржированном варианте показано, да? Вот, я когда ехала к вам на передачу, я маме звоню, говорю, мам, про бабушек будем разговаривать. Я говорю, я говорю, некоторые бабушки закармливают. Я говорю, а моя мама, да, она такая идеальная бабушка, она говорит, ну, столько сейчас ожирения кругом. Нет-нет-нет, нельзя, умные бабушки не будут перекармливать вредными всякими блюдами. Вот, абсолютно согласна, мы к этой теме обязательно сейчас вернемся, только звоночек давайте примем, у нас есть звоночек в прямой эфир. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте, Альбина. Здравствуйте. Бабушка очень делает внуков, и все ей позволяет. Как реагировать родителям, и почему любовь к бабушке к первому внуку самая совершенная любовь на свете? Вот, продолжение нашей темы. Спасибо большое за вопрос. Когда слишком балует, вот слишком, чересчур, как родителям реагировать? А они категорически против. Это, кстати, и питание тоже касается, может быть, там сладостей каких-то, и баловства. Как реагировать? Я думаю, когда в семье есть гармония и взаимопонимание, всегда можно найти общий язык с бабушкой. И договориться не при ребенке, чтобы придерживаться какой-то общей линии питания. Но чтобы это не были ссоры, не были требования, чтобы бабушкам не было обидно, потому что они же хотят заботиться, мы еще не знаем, какими мы с вами будем, бабушки. Вопрос. Если бабушка втихаря подкармливает внуков сладким, а родители, наоборот, держат их в черном теле, что называется, ограничивают. Бабушку на своей территории, когда к ней внуков в выходной доставляют, она вот безобразничает. Как на это реагировать? Ее территория, с одной стороны, вы говорите, долго ждала, любовь накопилась, конфетки лежат, ждут. Вот смотрите, для наших бабушек еще время, когда они были как-то связаны, либо они дети военные, это люди, которые имеют память о голоде, о недоедании. Для них сладкое – это что-то такое, действительно, проявление любви. И поэтому мы, с одной стороны, можем это понимать, но любая бабушка, если ей объяснить, что этому конкретному ребенку нельзя, как это сладкое действует на этого ребенка конкретного, но мы понимаем, что сладкое никому не полезно. Да? Извините, перебиваю, а как на ребенка это действует? Например, мама дома говорит «нельзя» и «не дает», а бабушка говорит «можно», втихаря, и дает там сладкое, что-то запретное. У ребенка какой-то разрыв шаблонов от этого происходит или нет? Или он понимает, что большую часть времени, когда он живет с мамой, все-таки мы живем по правилам? А время, когда я провожу у бабушки, это исключение. У ребенка… Никакого разрыва шаблона не происходит. И я думаю, что ребенки настоящие настолько умные, настолько они понимают, да, где и что можно. И если ребенок живет с родителями, и только иногда бывает у бабушки, и бабушка его балует, я не вижу в этом ничего плохого. Ничего страшного? Ничего страшного. Если только родители не спихивают своих детей бабушке, сами не заботятся о нем, а требуют только от бабушек. Ну, если ты такой умный, воспитывай сам своего ребенка. Так, рассматриваем другую ситуацию. Вы сказали, спихивает бабушки. Если бабушка вообще ребенку вместо мамы… Например, мама устраивает свою личную жизнь, ребенка ей мешает. Например, мама уехала далеко на заработки, оставила ребенка бабушке. Когда бабушка вместо мамы, это как сказывается на последующей всей жизни этого ребенка? Вот давайте скажем так, да. Я как психотерапевт, который более 20 лет выслушивает истории, самые разные, могу сказать, что здесь есть несколько важных моментов. Если вдруг ребенка, мама спихнула, и как-то, может быть, даже бабушка недовольна поведением своей дочери, она ее осуждает, да, вот здесь, наверное, важно не настраивать своего внучка или внучку против мамы. Не говорить о ней плохо, да. Конечно, вранье ни к чему, но вот как говорят, да, либо хорошо, либо никак, да. То есть нужно самой этой бабушке найти что-то такое, что позволит ей понять своего собственного ребенка. Вот. Это первый момент, да, чтобы у ребенка не было вот такого… Ну вот я не буду рассказывать про этот фильм, но есть такой фильм «Похороните…» Меня заплюнусь. Да, вот можно посмотреть, настолько токсические бывают отношения с бабушкой, и как в конце этого фильма, да, в итоге… Не буду заниматься, да, спойлерить, как говорят сейчас, да, подростки, вот. Но этот фильм можно посмотреть, да, чтобы, во-первых, не было тех ошибок, которые были там. Понимать, как не должно быть. Да, он как документальный даже, да, то есть он описывается действительно по-автобиографически. Да, вот. Второй момент. Если бабушка сама гармоничная, у нее гармоничное отношение с дедушкой, да, если она, ну, как бы показывает модель такую семьи, да, где есть уважение бабушке к дедушке и наоборот, да, то эта семья может, ну, быть некой заменой для ребенка, родительской семьи. Понятно, что есть нюансы, да, конечно, такой абсолютной замены быть не может, это разные роли, да, но в любом случае можно минимизировать травмы для ребенка, да. Важное замечание. И нельзя бабушке делать так, чтобы игнорировать дедушку, и только ее внуки были свет в окошке, да. Чем лучше взаимоотношения между бабушкой и дедушкой, тем полезнее для внука. Наблюдать за этой правильной моделью отношений мужчины и женщины. И просто купаться в любви, понимаете. Когда бабушка не любит дедушку или как-то там какие-то конфликтные отношения, ребенок между двух огней. Это очень травмирует ребенка. Рассматриваем другую ситуацию жизненную. Если бабушка молодая, активная, совсем не пенсионного возраста, и она не хочет сидеть с внуками, как ее заставить, и надо ли это делать? Вот этот сам по себе такой вопрос заставить, конечно же, нет. Мы не можем заставлять никого, да, заниматься внуками. Мы можем только просить. Мы можем как-то вот, ну, заинтересовать, может быть, бабушку. Или напрягать ее слишком сильно, а не следует, а может быть, как-то ненадолго. Допустим, есть ли у бабушки интересы ходить в театр, да? Пусть эта бабушка ходит со своим внуком в театр, например. Да, или она любит, например, вышивать там или вязать, а пусть она научит, ни в коем случае никого взрослого мы заставлять не можем. Сама постановка вопроса сама по себе, мне кажется, неверная. Закрыли эту тему в таком случае. Давайте подведем итоги нашего голосования, о котором в начале эфира мы заявляли. Мы спрашивали вас, уважаемые телезрители, сегодня спрашивали. А вот вы в детстве жили с бабушкой? Обратите внимание, 43% практически, неполных 43% сказали, да, жили вместе. Периодически гостили у бабушки летом. Так ответил каждый третий, 36%. Очень часто, да? Да, да. Каждый пятый, 21% сказал, нет, жили отдельно с родителями. Каждый пятый с бабушкой не жил никак, ну, мало соприкасался. Как прокомментируете? Вот возможно ли вообще внуков растить без бабушек? И будет ли этот ребенок такой, ну, полноценный, который не видел отношений, теперь уже не мужчины и женщины, мы сегодня много об этом говорим, а, например, отношений поколений. Это же особый опыт. Вы вот совершенно верно заметили, когда ребенок наблюдает, как, например, его родители относятся к бабушке, дедушке, да, очень много преч на эту тему, да, когда ребенок видит уважение со стороны своих родителей к бабушке, к дедушке, да, то же самое будет ждать этих родителей. Конечно, в плане модели это действительно, ну, такая для ребенка важная воспитательная модель. Хотя бы на дистанции можно эти отношения поддерживать, если живем далеко друг от друга, если редко видимся? Конечно, да, вот эта любовь и уважение к взрослому поколению, потому что наши, вот даже ведь по-английски, когда grand mad, да, то есть это взрослая мама, большая мама. Да, вот, поэтому я думаю, что вот это некий архетипический образ, да, вот такой мудрой мамы, любящей мамы, да, идеальной мамы в бабушке, конечно, хорошо. И это даже может быть, Альбина, не обязательно родная бабушка. Вот был такой период, когда наш первый сын, я была студенткой, и у нас была бабушка, которая жила с нами в одном подъезде, и она помогала. Вот были какие-то такие моменты, когда я еще не прибежала, там, да, кто-то, ну, вот такие. И эта бабушка, она была вот олицетворением такой некой архетипической, мудрой, такой доброй бабушки, которая такая была неспешная, такая была любящая, читала книжки. Такое тоже может быть. Такое замечание тоже может быть. У нас еще звоночка из студии, мы постараемся успеть ответить на вопрос. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, Орбушка. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот вопрос противоположный тем историям, которые вот я слушаю. У меня шесть внуков, но четверо внуков живут в Казани, я на другой стороне республики. Я очень скучаю по внукам. Вот старшей внучке уже, она в шестом классе, младшей внучке два года, получается три внука уже школьника. Почему-то родители не отпускают детей вот ко мне, хотя вот в том месте, где я живу, и живет моя родная сестренка, она тоже с распространенным обедем, живет моя мама. Почему-то полное недоверие. Вот как в таком случае, как убедить родителей? Спасибо за вопрос. Как убедить родителей? Как действовать бабушке в этой ситуации? Можно самой приехать в гости, да, и показать взаимодействие, как вы взаимодействуете с внуками. И тогда, если у вас сложится действительно доверительное отношение со снохой, там, да, или с зятем, в зависимости от того, да, чьи это дети. Вот. А я думаю, что будет доверие. Можно же самим приехать иногда, да, для того, чтобы показать, как вы взаимодействуете. Хороший совет, отлично. Правда же? Полный нынки до конца эфира остаются. Очень хочется мне успеть задать такой вопрос Риме Рафаэльного. Вот другая ситуация, когда, например, сегодня это очень актуально, когда бабушкам, наверное, я подозреваю, что нужна помощь взрослых внуков, например, в связи с ковидом, с самоизоляцией, принести лекарства, продукты, помочь, QR-код достать из госуслуг. А внуки не хотят, они отстраняются. Надо ли родителям заставлять внуков звонить бабушке, помогать ей что-то, вот. А внук, ну вот ему не до неё. Посредником выступать надо в этих отношениях? Вы знаете, вот пример, когда родители сами относятся так, да, и внуки так же. То есть я по своим детям вижу, как они относятся к бабушкам, а не носятся с бабушками, вот честно, да. То есть, например, мой сын, он её и в больницу отвезёт, и везде. То есть мы своим примером показываем, и обязательно нужно объяснять детям, объяснять, чтобы, конечно же, они помогали бабушкам и дедушкам. То есть вопросы к себе, это мы мало внимания уделяем своему взрослому родителям, поэтому дети так себя ведут тоже с бабушкой. И к себе, да, и разговаривать, объяснять надо детям. Потому что, например, детям может и в голову не прийти, да, а они же ещё дети, да, даже если они там уже взросленькие детки, вот. А если мы с ними разговариваем и объясняем, то вряд ли какой-то внук, да, у которого были такие тёплые взаимоотношения, особенно с бабушкой, сложились, да, ни один внук, мне кажется, не откажется, конечно. Спасибо огромное, Елена Рафаевна, за интересный рассказ, за полезные советы. Приходите к нам ещё. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня у бабушкины любовь обсуждали. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24», не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик.